Бог благ, не так ли? Мы настолько благословлены, мы здоровы, а могло быть и хуже. У нас есть семьи, хорошая церковь, мы наслаждаемся столькими благословениями. Давным-давно в одной из своих проповедей я рассказывал вам, есть одно слово, о котором люди не знают. Это слово «достаточно». Люди всегда хотят больше. Никогда не бывает достаточно. И говорил вам, вместо того, чтобы фокусироваться на том, что нам кажется, что нам надо, если бы мы обращали внимание на то, что на данный момент имеем, мы бы наслаждались этим немного больше. К примеру, когда вы смотрите на дом соседа и желаете себе такой, будучи недовольны своим, помните, могло бы быть и хуже. Некоторые люди потеряли свои дома по причине катастроф, наводнений, торнадо, потери права выкупа. Могло быть и хуже. У некоторых людей нет крыши над головой. Я видел детей, спящих в канализациях, так как у них нет места жительства. Когда видите Мерседес соседа и оглядываетесь на свой дочь, помните, могло бы быть и хуже. Вам, возможно, придется использовать средства передвижения апостолов, то есть ходить пешком. Если вы действительно верите, что Бог реален, что Он есть любовь, что Он заботится, что Бог знает все, включая, сколько у вас волос на голове для тех, у кого растут волосы, что Он знает, через что вы проходите, и Он заботится, если вы по-настоящему верите в то, что говорите, через что бы вы ни проходили. Я нисколько не стараюсь минимизировать ваши испытания, но через что бы вам ни приходилось проходить, вы спокойны. На сердце мир, потому что есть Бог, который говорит в Библии. И мы знаем, что все содействует... Вы помните Мистописание? Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не сказано, мы надеемся, но сказано, мы знаем, мы стопроцентно уверены, что все, как много, все содействует ко благу. Не знаю, через что вы проходите на данный момент. Возможно, вы боретесь. Может быть, лишились работы. Или вы в разводе. Может, вы больны. Может, не способны оплатить счета за текущий месяц. Через что бы вы ни проходили, вы должны знать, это не то, чтобы Бог послал вам это, но что Бог может использовать то и обратить вам во благо. Вы услышали, что я сказал? Разрешите сейчас раскрыть вам эту тему. Помню, когда мой сын Габриэль пришел домой, и он весь светился. Я спросил, что-то произошло хорошее? Он в ответ, ага, я же. И что? Я получил оценку А за самый сложный тест. Я же. Это замечательно. И примерно спустя неделю он приходит домой, как, идя в свою комнату. Я подозвал его, вернись-ка назад. Как твои дела? Я в порядке. Что случилось? Ничего. Ты не должен врать. Не вру. Я знаю тебя, как знаю свой карман. Так что же произошло? Я получил оценку С. Счастлив, получив отметку А. Печальный, когда получил плохую оценку. Зависимы ли мы от происходящего вокруг нас? Зависит ли наше счастье от обстоятельств? Да или нет? Так не должно быть. Но я не спрашиваю, должно ли так быть. Спрашиваю вас, каково это на практике? Зависимы ли мы? К сожалению, да. Мы зависимы. Где-то неделю назад я радовался, когда два человека отдали свои жизни Господу. Вы помните? Все были счастливы. Давным-давно мне позвонил один член церкви, в который я только начинал свое служение пастором. Я бы сказал, это было лет 19, 18, 20 тому назад. У нее был ребенок, родившийся пару недель назад. И когда ему уже был какой месяц, она позвонила мне, что малыш умер. Что я мог сказать? Какие бы слова вы подобрали, чтобы утешить ту семью? Что бы вы могли сказать такого, что действительно помогло? Должен ли был я сказать, все содействует ко благу, не волнуйся? О, она бы наверняка ударила меня Библией по голове. Вы не можете сказать, не волнуйся, все содействует ко благу. Слова тут неуместны. На самом деле вам надо плакать с плачущими. Согласны ли вы? Что удивило меня больше всего, так это, когда я пошел на похороны и говорил слово. Это самая сложная работа проповедовать на похоронах. Более того, когда умершему не 103 года. Да и это было бы очень печально. Но когда умершему один месяц, я пошел на похороны. Родители были молчаливы, держась вместе. После я спросил, как у вас получается держаться? Они ответили, мы не знаем, мы просто знаем, что Бог с нами. Помню еще одну историю, которую прочитал в интернете. Парня звали Эндрю, он возвращался из миссионерского путешествия в Индии, чему посвятил целый месяц и много денег. Они строили церковь, они возвращались домой, уставшие от поездки, и сели в машину, что везла их с аэропорта домой, в штат Огайо. По дороге пьяный водитель врезался в них и сбил насмерть его жену и дочь. Он говорит в своей истории, я молился, когда мы сели в самолет и когда сошли с самолета. Также молился, когда сели в машину. Если он молился, то почему Бог не защитил его семью? Я не знаю. Я не могу это объяснить. Знаю, что сатана ненавидит нас. Знаю, если бы Бог защищал своих детей, никто не терял бы свою работу, никто никогда не болел, были бы миллионерами. Все тогда были бы христианами. Конечно. Если вы получаете все благословения мира и ничего с вами не может случиться. Почему нет? Как с Иовом. Его жена говорит ему, похули Бога. Иов же. Если я люблю Бога в благополучии и перестаю любить Его, когда все теряю, тогда тут нет любви. Я люблю Бога, несмотря на обстоятельства. Когда Он меня благословляет и когда благословения оставляют меня, я продолжаю Его любить за то, кем Он является. Возвращаясь назад, к Эндрю из нашей истории. Были похороны. После похорон, Он пять дней находился дома. Закрылся в своей комнате и ни с кем не разговаривал. Когда Он вышел на работу, примерно через неделю один коллега спросил Его, как твои дела? Он же, ну, я в порядке, держусь. Коллега говорит, я видел тебя на похоронах. Ты был спокоен. Было видно, что тебе больно, но ты был спокоен. Ты не потерял рассудок. На твоем месте я бы сошел с ума. Эндрю сказал, если б у меня не было Бога, я так же свихнулся бы. Я не понимаю, почему, но могу тебе сказать, что Бог был там. Он крепко держал меня в своих руках и придавал силу. Он продолжил. Бог со мной тут, прямо сейчас. Он помогает мне проходить через каждое испытание. Ежесекундно. Бог со мной. Примерно несколько недель спустя, другой человек сказал ему. Знаешь, по-видимому, у тебя такой мир, потому что ты знаешь своего Бога и доверяешь Ему. У тебя есть настоящий Бог. Это не просто теория. Он продолжил. Я христианин. Говорю о Боге. При этом не имею Бога. Моя жизнь, вся, одна лишь борьба. Я хочу знать твоего Бога, не своего Бога. Эндрю говорит, по утрам в понедельник и в среду мы играем в баскетбол. В следующий понедельник и среду приходи на полчаса раньше. Попробуем найти Бога вместе. Итак, тот пришел и они вместе молились. Каждую неделю. Дважды. Спустя несколько месяцев, другой парень был крещен. Потом еще один, тогда его семья и так далее. Не говорю, что Бог убил его жену, чтобы в результате тот парень был крещен. Говорю, что даже те обстоятельства Бог оборачивает во что-то хорошее. Давайте перейдем теперь к самой теме. Мы думаем, что счастье зависит от вещей. В большинстве случаев от нашей работы, занимаемой должности, дома, мы думаем, что они говорят о том, кем мы являемся. Наша идентичность не должна складываться из того, что происходит вокруг или что мы имеем. Наша идентичность должна быть вся во Христе. Легко радоваться, когда дела идут хорошо. Разве не так? Но немного труднее радоваться, когда что-то идет не так. Сегодня нам надо уяснить, что можем иметь радость, даже если дела не складываются лучшим образом. Вы можете быть радостными в то время, как благословлены, а также, когда дела не клеятся. Допустим, теряете свое здоровье, работу, семью, получаете низкие оценки и то подобное. Мы можем радоваться, несмотря на обстоятельства. Мы можем радоваться посреди невзгод. Почему? Потому что мы знаем, что Бог может и будет обращать этого блага. Даже в затруднительных ситуациях. Повторюсь, мы можем радоваться почему? Потому что мы знаем, что Бог может и будет обращать плохое в нечто хорошее. Бог не нуждается во зле, чтобы творить добро. Бог может делать хорошее из хорошего. Но Бог также может плохое обратить в хорошее. И Он будет это делать. Приведу на сегодня пример. И это будет проверка ваших знаний по Библии. Сегодня вы получите оценку А или С. Осторожно. С каких миссионерских путешествиях побывал Павел? Вы провалили тест. В четырех миссионерских путешествиях. Ладно. Забудем про тот вопрос. Предоставлю вам другой шанс. Сколько раз Павлу довелось быть арестованным? Никто не хочет отвечать. Ну же. Сколько раз Павел был заключен в тюрьму? Сколько раз его задерживали? Два раза. Упс. Хорошо. Дам вам еще один шанс. Другая попытка. Как долго длился его первый арест? Два года. Где он был впервые арестован? Какое место расположение? Какой город? Рим. И во второй раз? Рим. В первый раз это был домашний арест. Он был прикован в определенном месте, под домашним арестом. И поскольку он был прикован, у него были большие цепи вокруг запястьев, на его руках и ногах. Огромные цепи. Теперь следующий вопрос. Кому он был прикован? К солдату. Кто это сказал? Правильный ответ. Где проходило второе тюремное заключение? Это было что-то, что называлось как? Маммертини. Это была глубокая вертикальная пещера, которая уходила глубоко-глубоко в землю. В общем, такой ширины округлая, как цилиндр, уходящая на 72 метра вглубь, в землю. Днем и ночью, непрестанно, на него падали капли воды. Его руки были подняты вверх и прикованы цепями к обеим сторонам стены. Цепи были натянуты так, что если бы он захотел дать передышку рукам, так как он уставал, ему приходилось приподниматься на цыпочки. Оттуда, однажды рано утром, его забрали и обезглавили. Убили за то, что он был христианином. Вернемся назад к первому заключению, когда Павел был два года под домашним арестом, прикованному к римскому солдату большими цепями, по рукам и ногам. Знаете ли, каким солдатам предполагалось охранять его? Это называлась Претарианская гвардия, телохранители римского императора. Претарианская гвардия была учреждена Цезарем Августом. Цезарь Август создал полк численностью в 10 000 лучших элитных солдат, которые охраняли Цезаря и его дом, семью, родственников, правительства, также самых опасных политических и религиозных заключенных. Претарианская гвардия состояла из 10 000 элитных солдат. И теперь послушайте внимательно. Сторож сменялся каждые три часа, не четыре, как в наше время. Ни одному солдату не разрешалось возвращаться на то же самое место, чтобы устранить возникновение дружбы с заключенным. Вы услышали меня? Пока все 10 000 солдат не прошли службу, старожа заключенного, первый не мог вернуться назад. Когда один цикл был пройден, то есть каждый потратил три часа, старожа заключенного. Они начинали либо сторожить по второму кругу, либо убивали заключенного. Послушайте внимательно. Если Павел провел два года в тюрьме, где каждые три часа, днем и ночью, один солдат сменял другого. Знаете ли, какому количеству солдат довелось сторожить Павла? Пять тысяч восемьсот сорок с лишним. Вы сами можете это вычислить. Я не силен географии. В общем, более пяти тысяч восемьсот солдат. Каждые три часа. Перейдем к теме. Если вы невиновны, были заключены в тюрьму и скованы цепями на два года за то, что являетесь адвентистом, о чем бы вы молились? Хотелось бы, чтобы вы были честны. Будь вы заключенным, скованы цепями на два года, невиновны, ничего преступного не совершали, кроме того, что верите в Бога. О чем бы вы молились? Чем бы вы занимались в тюрьме? Расскажу, что делал Павел. Целых два года. Посмотрите. Если вы возьмете желтую бумажку из ваших бюллетеней, и прочитайте к филиппийцам 1 глава 12 стих. Когда Павел находился под домашним арестом, он написал несколько писем, одно из которых было адресовано к филиппийцам. Вот что он пишет. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои…» Речь идет о чем? О домашнем аресте. Хорошо? «Послужили большему успеху благовествования так, что узы мои о Христе сделались известными всей Преторией». Это неверный перевоз. В оригинале греческого написано «Преторианская гвардия». И переводится таким образом. «Каждому солдату Преторианской гвардии Рима». Если помните, я рассказал вам, что представляла из себя Преторианская гвардия Рима. Рассказывал. Итак, Павел говорит каждому лично. Послушайте далее. «И всем прочим на греческом это его родным, друзьям и кому-нибудь еще, что в узах нахожусь я ныне за Христа». По сути, Павел говорит, солдаты и их семьи, а также друзья и каждый, кто связывался с ним, узнали, что я в цепях только из-за Христа. До сих пор вы успеваете за мной? Продолжим. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Приведу вам местописание, чтобы показать, что в действительности через Преторианскую гвардию семья Цезаря, Цезарь и сама семья были обращены. «Знали ли вы это?» Итак, солдаты, подумайте вот о чем. Павел находится в тюрьме, он скован цепями, он не молится о своем освобождении, не жалуется, как это делаем мы. «Посмотрите, через что я прохожу. Я же не виновен. Мне нужен адвокат». Он даже не думает о своих страданиях. Он полностью забывает себя и фокусируется на том солдате, которому прикован. Он говорит, у этого парня нет другого выбора. «Ему тут находиться всего три часа. Я должен рассказать ему за три часа». Потому Павел проповедует солдату о Христе, который был распят, чтобы солдат мог быть спасен. Когда очередной солдат покидает Павла, приходит другой, у которого есть только три часа и никакого выбора. Потому Павел проповедует снова. Более 5800 спасены солдаты, идя охранять семью Цезаря. Когда она обращается, угадайте, о чем они разговаривают? О Христе, который спас их. Они не могут удержать это в себе, потому что они рады. Они нашли спасение, прощение, и это реально для них. Таким образом, семьи, друзья, сама семья Цезаря, многие были обращены благодаря Павлу. Павел говорит, «После назову местописание, по этой причине я радуюсь, даже находясь в узах». Фактически на греческом сказано, «Я радуюсь». И радуясь, он сказал, в греческом тут пауза, он останавливается на пару секунд, и он помнит, «Алло, ты в узах», он говорит, «Э, даже в этих цепях». Быть настолько обеспокоенным за честь Бога, за проповедь Евангелия, за Его любовь, за людей вокруг вас, до такой степени, что вы забываете, что находитесь в тюрьме, что потеряли дом, что имеете какие-то проблемы со здоровьем, что не ладится семейные отношения, вы настолько сфокусированы на Христе, что забываете о себе. Разве это не впечатляет, быть настолько сфокусированными на Христе, на Его имени, служении, Евангелии, чести, скором втором пришествии, вечном царстве и вечной жизни, что эта жизнь перестает иметь перестепенное значение. Это всего лишь короткая секунда. Вы не удерживаете свой взгляд на своих узах, но обращаете свой взор на Христа. Потому даже в узах невиновный Павел и говорил, «Я радуюсь, хоть и скован цепями». Павел не одинок. Вы помните Петра, когда он был в заточении? То что он делал в тюрьме? Пел песни. Он что, сошел с ума? Я так не думаю. Ну, тем, кто не знает Бога, это может показаться глупым. Но для благочестивых людей петь в трудностях. Это нормально. Это их составляющая. Римский солдат думал, что Павел является заключенным. Будучи незаинтересованным в Евангелии, тот, в конце концов, засыпал. Доходило чуть ли не до храпа. Все, что Павел мог сделать, так это шуметь цепью. «Эй, парень, просыпайся! Я не закончил свою проповедь и продолжал проповедовать». Угадайте, кто является заключенным? Павел или солдат? Так как Павел счастлив, он проповедует. Он веселый. Павел говорит, «Просыпайся-ка! Я еще не закончил свою речь. Мне надо рассказать тебе о Иисусе». Кто является заключенным? Не сводится ли все к нашему отношению? Знаю людей, если им подарить розы, они видят одни только шипы и колючки. Догадываетесь ли, о чем я пытаюсь вам сказать? Люди, которые постоянно жалуются, что бы вы для них ни делали, что бы вы ни давали, они всегда несчастны. Дело не в том, что вы или они делают, а в том, что это их выбор. Им нравится критиковать, жаловаться, сплетничать. Они всегда найдут что-то, о чем бы отозваться негативно. И они говорят, что они несчастны. Конечно, Павел не обращал внимания на узы, но смотрел на возможности, которые Бог предоставил ему, чтобы спасать других солдат. Плененная аудитория. Солдаты были пленной аудиторией. Разве не так? Удивительно, что Павел не выражает никакого беспокойства о себе, что ему больно, об узах, о аресте. Все его приоритеты, цели, желания связаны с проповедью о Христе, до такой степени, что он забывает о боли. Из истории известно, что через два дня, будучи закованными в цепи, руки и ноги пухнут и увеличиваются в размере, так как цепи нарушают нормальный кровоток, доводя до жутких болей. Павел не жалуется на эти боли. Он даже не находит время, чтобы о них думать. Помню, мой отец подшутил надо мной. Я было немного работал с ним по строительству и ударил по пальцу молотком. Я же, «А-а-а-а-а-а!» Мой отец говорит, «У меня есть антидот!» И я ему, «Дай мне его!» Он говорит, «Ударь по пальцу ноги!» «Тогда ты не будешь думать о своём пальце!» Так он шутил надо мной. Видите ли, если у вас есть что-то другое, что вас заботит, вы даже не задумываетесь о своей проблеме. Не так ли? Он был молодым заключенным, будил солдат, проповедовал о удивительном и замечательном Боге Неудивительно ли то, что Бог может даже плохое обернуть во благо? Вспоминаю случай с Пабло Я, наверное, рассказывал вам раньше Старший дьякон Эдж Смит, Эдуард Смит Тот, который приходил сюда, чтобы помогать нам в изучении Библии Рассказал нам о Пабло, когда начинал свое служение пастором Пабло крестился и был настолько счастлив, узнав о Христе, что решил рассказывать о Нем другим Он начал с молитвенной группы у себя дома Он говорил, если бы каждый член церкви начал вести свою маленькую молитвенную группу Два-три человека и рассказали бы своим соседям о своем Боге Наша церковь мгновенно бы увеличилась Вы согласны? Если бы каждый позвал двух соседей, угостил их неполезным мороженым И тогда молились с ними о них не о себе У них был бы шанс узнать о вашем Боге, чтобы узнать вас и вашего Бога Итак, Пабло пригласил несколько соседей У них проходило молитвенное собрание, на котором они молились друг за друга Через пару недель один из прихожан подверг сексуальному насилию очень маленького ребенка Пабло был медбратом Так вышло, что Пабло был на связи И его вызвали в больницу Прибыла полиция И предположила, что так как он отлучился То он и является тем, кто совершил насилие Он якобы надругался над ребенком И поехал в больницу под предлогом, что работает Но Пабло не прикасался к тому ребенку Это сделал кто-то другой Случилось, что у судей был племянник, который тоже когда-то подвергся подобному насилию Потому этот судья настолько разозлился на тех людей Что не дал Пабло возможность в течение 30 дней прийти на суд, как того требовал закон Итак, Пабло пробыл в тюрьме 6 месяцев без посещения суда Которое каждый раз откладывалось на следующие 30 дней И так несколько раз подряд Ни один адвокат не брался за это дело Не было шансов Он проиграл Он пройдет в тюрьме много лет Жена Пабло обращается к пастору и говорит Молитесь за него, молитесь Он же не виновен Молитесь о нем Пабло звонит пастору с тюрьмы и спрашивает Пастор, действительно ли это так, как написано в Библии? Что все содействует ко благу Да, это так Хорошо, не молитесь о мне Я буду молиться, чтобы Бог показал мне, почему я тут Потому что если Бог не захотел этого, Он не допустил бы того Раз уж Он позволил тому случиться У Него есть цель Забыть о своей проблеме и сказать Вместо того, чтобы жаловаться, я лучше предпочту узнать почему Почему Он хочет этого добиться? Пабло начал молиться По мере того, как он молился, один из заключенных говорит Ты сумасшедший, ты и тут продолжаешь молиться Где Бог, если Он реален? Почему еще не помог тебе? Ты не выглядишь преступником Мы уголовники Но ты-то... Пабло говорит Знаешь, Бог допустил мне попасть в тюрьму И Пабло стал давать ему библейские уроки Чтобы сократить историю, еще один и еще другой 50 человек крестилось Фактически 54 приняли крещение в тюрьме Однажды Пабло попросил свою Библию, которую он получил при крещении Черную, кожаную, со всеми подчеркиваниями, подписанную пастором Его жена приходит в тюрьму с Библией и говорит Разрешите мне, Пабло, передать Библию Сторож ответил Нет Если я разрешу тебе, тогда мне надо будет разрешить другому И так далее В пределах тюрьмы есть Библии Он может те использовать Она возвращается домой и звонит Эдж Смиту Ты пастор Дай ему Библию Пастор Эдж Смит Берет Библию и направляется в тюрьму Сторож говорит Нет Итак, Эдж Смит возвращается домой Отдает ей Библию и она ложит Библию на тумбочку С той стороны, где спал Пабло Она обращается к пастору И пока они говорят, звонит Пабло Дорогая, спасибо за Библию Иногда Пабло позволял себе говорить сарказмом Знаете, подшучивая Дорогой, не смейся надо мной Я действительно пыталась Дорогая, спасибо за Библию Дорогой, я приходила и меня не пропустили Я извиняюсь Не то чтобы мне все равно Даже пастор приходил и его не впустили Дорогая, у меня на руках Библия Я не шучу над тобою Я держу свою Библию Черную, кожаную, написанную пастором С моими подчеркиваниями и пометками Мою Библию Она говорит Нет, дорогой, она лежит прямо на... Упс... Эдж Смит рассказывал эту историю, говоря Я отдал ей Библию Она при мне положила ее на тумбочку Я видел это Когда Пабло позвонил, Библии уже там не было Они спрашивают Пабло Кто тебе передал Библию? Какой-то мужчина пришел и дал ее мне Я было подумал, что вы мне ее прислали Нет, мы этого не делали Итак, Пабло спрашивает сторожа Кто приходил? Тот спрашивает Ты в своем уме? Никто не приходил Никто не заходил и не выходил Нельзя высылать Библию из дома Или давать ее Пабло Она принадлежит тюрьме Нет, это моя Никто не приходил, чтобы дать ее тебе Потому ты оставишь ее тут Спустя полгода Мужчина, который совершил насилие Сделал то же самое в другом доме Его поймали Убедились, что он виноват И Пабло отпустили домой без какого-либо процесса Или что-нибудь еще Спрошу вас Доставляло ли Пабло удовольствие Быть в заключении? Нет Была ли цель? Мог ли Бог обернуть этого блага? Да Если бы Пабло ныл Хочу домой, я не виновен Смог бы ли Бог его использовать? Я так не думаю Когда взираете на Иисуса Через что бы вы ни проходили Вы будете радостны Если будете продолжать фокусироваться на проблемах Вы безусловно потеряете свою радость Невозможно оставаться радостными Когда ваше внимание обращено в неправильном направлении На прошлой неделе мы изучали Что надо радоваться Как? В Господе Невозможно радоваться, если не радуетесь в Господе Призываю вас сегодня Не жить просто для себя Но оглядываться вокруг Кто-то, кто вас знает Кто-то из церкви В семье Среди соседей Родственников Возможно, прямо сейчас проходит через вызовы Делитесь с ними радостью, которую имеете в Господе Позвоните им Отправьте им открытку Это может вызвать большие изменения Открыточка или ободрение Я молюсь за тебя Всего лишь пару слов Пошлите открытку Позвоните Молитесь с ними и за них Покажите им Что в Господе есть радость И она реальна Я призываю вас сегодня сделать это Кто-то, возможно, болен Кто-то потерял работу Другой совсем не посещает церковь Молитесь о них С ними Подбадривайте их Привносите радость в их жизни Потому что Бог может И будет делать что-то хорошее Даже вне кризиса Он даст победу Спасение И этой причины достаточно Чтобы иметь радость сегодня Давайте помолимся Отец Небесный Мы славим тебя За твою любовь За Иисуса Христа И твое спасение Славим тебя За обетование Что даже в сложных обстоятельствах Мы можем быть спокойны И радостны Иметь внутреннюю глубокую радость Радость Которая никогда не прекратится Несмотря на то Что происходит вокруг Потому что мы с тобою Мы не одиноки Пожалуйста Останься с нами Чтобы мы могли Фокусироваться на тебе Никогда не на проблемах Чтобы мы могли привить полную уверенность Полное доверие Твоей мудрости Любви Силе Твоим обетованиям Так как ты чудесный Милостивый И любвеобильный Бог Молимся во имя Иисуса И благодарим Что отвечаешь на наши молитвы Аминь Субтитры создавал DimaTorzok